«Я не могу подвергнуть тебя такой опасности, Аидар», сказал я, мысленно нажимая кнопку отказа от задания. «Я пойду один и сам все выясню. А ты пока что все подготовь здесь, хорошо?» «Ты правда сделаешь это для нас?» улыбнулась сиянка. «Ты пойдешь туда в одиночку и все исследуешь?» «Внимание! Доступно задание контрразведка план Б. Описание. Доберитесь до штаба фракции головорезов и найдите подтверждение того, что они выжили. Награда за успех — вариативно. Штраф за провал — вариативно. Принять — отказаться». «Конечно, сделаю!» соглашаюсь и улыбаюсь девушке в ответ, на что получаю целую бурю эмоций и страстный поцелуй в губы. Черт, к этому ведь и привыкнуть можно. «Спасибо, Вайлен!» Прижавшись к моему лбу своим, сиянка понизила голос до шепота. «Ты буквально возвращаешь меня к жизни. Прошу, береги себя!» «Я ведь рыцарь огненного отряда?» С шутливой самодовольной улыбкой ответил я. «Неприятностям лучше самим обходить меня стороной». Перевооружившись в набор головореза, выходил я снова без сопровождения в лице хозяев помещения. Путь мне снова предстоял нелёгкий. А тот факт, что на улице в самом разгаре был солнечный день, добавлял нервозности. К тому же цель моей новой миссии заставляла мозг биться обо все стенки черепной коробки в поисках нужного, а главное, правильного решения ситуации. Я ведь и так знаю о том, что головорезы, ну какая-то их часть, выжили. Также я убедился, что и их конкуренты, ныне в единственном числе, тоже уцелели. Насколько я смог изучить происходящее со мной событие, начальный сценарий старается в кратчайшие сроки показать мне максимум возможностей игры и предложить на выбор два пути, из которых я должен выбрать какой-то один. Уверен, что откажись я тогда от предложенного навыка владения парным оружием или от умения акробатики, система извернулась бы и подсунула мне альтернативные варианты развития персонажа. Но раз уж я их принял, то и дальше всё шло по той стезе. Чтобы уже приобретённые способности оказались не просто мусором или, что ещё хуже, обузой. Система толкала меня в ту сторону, в которую я сам делал первый шаг. И вот теперь я оказался на распутье двух дорог. Ловкость и физический урон или же энергетическая составляющая боевого процесса. К слову сказать, полёты на космическом челноке и наши отношения с Аидр я тоже просчитал. Будучи ещё в реале, я читал о том, что система случайного создания персонажа самостоятельно определяет расу и начальный сценарий для своего первичного развития. Но при этом руководствуется интересами и потребностями самого игрока, стараясь угодить во всём, доставить максимальное удовольствие от игрового процесса и принести определённую пользу. Мой мозг сейчас во власти ИИ, который контролирует всё, что со мной происходит, и наверняка имеет доступ к моей памяти и разуму в целом. Призванный делать жизнь игрока лучше, он знал о моей тяге к космическим приключениям и желанию орудовать мечом и пистолетом в дуэте. Тут на сцене появляется головорезка Трасти и космический грузовой челнок с умением пилота. А также он наверняка знал о моей утрате в реале и о том, что в эту игру я пришёл, чтобы забыться, вырваться из убивающих мою душу терзаний и воспоминаний. И вот тут в сценарии появляется Аидер. Не могу сказать, что я счастлив от того, что со мной здесь происходит, но сидеть и убиваться горем просто некогда. Да и неохота. А значит, методика ИИ по увеличению показателя самочувствия игрока в этой галактике работает просто отлично. Теперь мне остаётся только выбрать из двух вариантов. Что мне понравилось больше? Перчатка и лазерный клинок? Или всё же дуэт острой стали и горячего свинца? Если выберу первый вариант, то, поблуждав немного по окраинам и вернувшись в логово правовержцев, мне нужно просто рассказать Аидер о том, где и как отыскать дверь в бункер головорезов. А там, уверен, найдётся какой-нибудь способ, чтобы всех их перебить, даже невзирая на численное превосходство противника. Если же рассматривать второй вариант, то всё, что от меня потребуется, это дойти до базы, где сидит Трасти, спуститься к ним и сообщить всё, что я знаю о сиянке Аидер и её группировке. Уверен, что статус недоверия тут же исчезнет, стоит одному из головорезов проверить мои слова. И уж тогда я сумею втереться к ним в доверие окончательно и покинуть эту планету каким-нибудь способом, который система наверняка уже держит на готове. Хотя бы тот же секретный космический челнок, якобы имеющийся в распоряжении их фракции. Вот только действовать столь линейно мне не хотелось. К чему эти условности? Ведь если ИИ старается сделать мне хорошо, то он должен понимать, что выбрать какую-то одну сторону у меня просто не получится. Хотя бы потому, что... А ну замри! Басистый голос Алика, прозвучавший из ниоткуда, вырвал меня из пелены тяжких раздумий и психоанализа местного рулевого. Стоило мне моргнуть, как вдруг выяснилось, что в затылок мне уперлась дула его серебряного пистолета, а под нижнюю челюсть подставлен изогнутый стальной клинок. Заблудился, дружок? Я... Эм... Алик, я все объясню! Попытался было оправдаться я, но сильный удар в висок потушил свет в глазах и заставил захламленную битым камнем землю броситься мне в лицо. Ты его, кажется, убил. Насмешливый женский голос прозвучал откуда-то издалека и, словно сквозь вату в моих ушах, силился добраться до сознания. Да ничего с ним не случится! Оставь нас! Прозвучал в ответ уже знакомый мне грубый бас. Вслед за этим послышался звук удаляющихся шагов, после чего лицо пронзило боль. А в темноте появилась красная цифра 8, обозначающая полученный урон. «Эй ты, подъем!» Я с трудом разлепил глаза и снова зажмурился от бьющего в лицо яркого света и от пронизывающей голову боли. Под строкой моего состояния висело два дота связан и ушиб головы, с таймером, отсчитывающим оставшееся время до его окончания. «Позови Трасти!» не открывая глаз, попросил я. «Мне нужно ей все объяснить!» Вновь удар в лицо. Боль и красная цифра урона под зажатыми веками. Но в этот раз уже двузначная. Затем еще удар и еще. Строка здоровья старательно ползла влево, меняя цвет с зеленого на желтый. Видимо, лучший инвизор отряда решил отвести душу. Но так просто сидеть и ждать, пока меня забьют до смерти, я не собирался. «У меня есть, что ей рассказать!» Вновь совершил я попытку достучаться до злого солдата. Но в ответ получил лишь еще одну порцию боли, от которой по губам и подбородку потекла холодная сиянская кровь. «Что прикажете делать в такой ситуации, товарищ ИИ?» «Не понравились мои размышления касательно линейности созданного вами сценария?» «Решили сюрприз преподнести?» «Получилось!» «И теперь нужно придумать, как мне из этого дурдома выбраться!» «По идее, убивать меня этот парень не должен, иначе мог бы это сделать еще при встрече. Следовательно, мне просто нужно найти выход из этой ситуации». Не открывая глаз, я прислушался к своим ощущениям. Сижу, спина упирается во что-то твердое, ноги согнуты в коленях и ступнями стоят на полу. Скорее всего, какой-то стул. Руки привязаны к спинке и ужасно затекли. Зато на ногах веревок нет. Вот и лазейка. Распахнув глаза, заставил затекшее тело действовать. Да столь стремительно, что едва уловимые силуэты вокруг казались смазанными пятнами. Вскочив на ноги, рывком оторвал стул от пола и бросился вперед. А в следующую долю секунды рефлекторно ушел вправо, пропуская острое изогнутое лезвие и, поравнявшись с агрессором, резким движением боднул того четко в висок. Не рукоять пистолета, конечно. Но эффект был схож с тем, что совсем недавно испытал я сам. Алик упал на пол, но еще был в сознании. Однако мною уже правил адреналин и азарт. Поэтому, опустившись на колени, добил противника четким ударом лоб в лоб. Сиянин отключился, а на мою многострадальную голову навалилась столь пронзительная боль, что захотелось взвыть. Перебороть это желание мне помог вид упавшего на пол меча-головореза, который мне удалось подобрать лишь чудом, изловчившись и взяв его таким образом, чтобы лезвие уперлось в плотно спеленавшие мои руки веревки. Несколько невообразимо тяжелых движений затекшими пальцами, и руки получили долгожданную свободу. Пространственного кармана в комнате, где меня держали, не оказалось. Зато оружие поверженного врага было к моим услугам. К счастью, наряд ловкача с меня снять не догадались. Поэтому бонус от него и подобранного оружия вновь сделал меня ровней для мобов и НБС десятого уровня. Тяжелый серебристый пистолет, вытянутый в левой руке, разрезал полумрак темных коридоров штаба головорезов, в то время как наточенный клинок надежно прикрывал мой тыл. Я не собирался никого убивать, но и становиться покойником желания не было. Мне нужно было отыскать трасти, и чем раньше это произойдет, тем меньше шансов будет нарваться на смертельную дуэль, исход которой для меня станет проигрышным в любом случае. Карта, выведенная на голографическую поверхность коммуникатора, указывала верный путь до главного зала штаба, следуя по которому я старался красться столь тихо, что бешеные удары сердца казались мне настоящим колокольным звоном средь могильной тишины какого-нибудь старого погоста. Ботинки мягко ступали по каменному полу, а холодное сиянское дыхание подрагивало от напряжения. Тяжелая рукоять огнестрела и надежная сталь меча за спиной даровали уверенность в собственных силах. Подходя к очередному повороту, услышал чьи-то шаги и мгновенно среагировав, скрылся от случайного прохожего в открытом проеме неизвестного помещения. Но стоило мне там укрыться, как в распахнутом проеме мелькнул знакомый женский и рогатый силуэт, увидев который, я принялся действовать. Первое движение и натренированное тело покидает границы темного надежного укрытия. Второе движение и бросившая оружие левая рука успевает прижаться к рту, обернувшийся на звук упавшего пистолета трасти. Третье движение мое тело мягко припечатывает сиянку к стене, а вовремя подоспевшая правая рука прижимает к ее горлу острие одноручного меча. В янтарных глазах девушки, так ярко светящихся в темноте этого занюханного коридора, отчетливо читаются смятения, непонимания и невыносимая печаль. Да, видимо, не ожидала она, что так все обернется. И наверняка до последнего верила, что я вернусь с задания и примкну к ним. Но команда есть команда. И общее настроение ее товарищей повлияло на мою репутацию самым худшим образом. Вот только я уверен, что Алика за мной послала именно трасти. И даже сейчас она отказывается верить в то, что видит и чувствует. Но ИИ все же заставляет ее принять действительность. «Привет, командир!» С широкой искренней улыбкой шепчу я ей. «А я вот тут от твоего подчиненного сбежал. Он меня как бы убить пытался, а мне это не понравилось. Мне нужно с тобой поговорить и все тебе объяснить. Клянусь всеми богами этой проклятой галактики, что я не хочу тебе или кому-то из твоих сиян зла!» Я пронзительно посмотрел ей в глаза, постаравшись придать своему лицу максимально искренний вид, и убрал ладонь от ее рта. А вот клинок опускать не спешил, ведь неизвестно, что могла выкинуть эта девчонка в следующую секунду. Уж не знаю, как в этой игре делаются дела, но судя по тем эмоциям, что способны испытывать эти программы, разговором делу помочь в принципе было возможно, чем я и поспешил воспользоваться. «Почему я должна тебе верить?» Ее взгляд показался мне не менее пронзительным, отчего сердце дрогнуло. Она ведь правда верила «А теперь я стою перед ней, прижав к горлу лезвия меча». «Потому что я говорю правду», сказал я первую глупость, пришедшую на ум, опуская меч и шагая через порог темного помещения, из которого совсем недавно вынырнул. Зайдя за угол и быстро привыкнув к еще более темной обстановке, чем в коридоре, с облегчением заметил шагнувшую в комнату сиянку. Кажется, сработало. «Спасибо ИИ, он уверен, пришлось бы биться до полусмерти, мешая попытке достучаться до его разума с сильнейшими ударами по физиономии, как бы закрепляя выданную информацию». «У тебя есть две минуты», холодным тоном сказала девушка. «После этого я активирую сигнальную систему, и тебя убьют на месте». «Трасти, со мной случилось невероятное». Начал я свою вдохновленную речь, состряпав самую радостную физиономию из имеющихся в моем арсенале. «Я все вспомнил». «Неужели?» скептически хмыкнула сиянка. «Да», вновь проникновенно соврал я, да с такой искренностью в глазах, что сам себе едва не поверил. «И чтобы доказать тебе это делом, а не словом, мне нужен мой пространственный карман». «Что ж ты его тогда не возьмешь?» Вновь холодно усмехнулась Трасти. «Вон ведь он, у дальней стены. Если ты не заметил, мы находимся на сырьевом складе. По совместительству он у нас считается временным пристанищем мусора». Обернувшись, просканировал помещение взглядом, и средь куч какого-то металлического механического хлама сумел таки признать свой потрепанный инвентарь. Подбежав к нему и быстро нацепив на спину, вдруг подумал о том, что возможность отобрать у игрока инвентарь целиком слегка несправедливо. Ведь в таком случае более сильные игроки могут жить за счет слабых припеваючи. Нужно будет поискать ответ на этот вопрос на форуме. Да и с историей своей расы я так и не ознакомился. Как-то вылетело из головы. Вернувшись к трасти, мысленно отметил, что две минуты уже кажется истекли, но сигнализация не активирована. А это значит, я сумел зацепить девушку, и я ей все же не безразличен. В таком случае будем налаживать контакт. Через голову сунув руку в сумку, взглянул на лежавшие в ее загадочном нутре предметы и, выбрав нужный, активировал. Е-проводник обхватил мою ладонь и запястье стальным зажимом, а внутренняя энергия аватара легко отыскала путь к выходу уже без каких-либо усилий с моей стороны. «Только не пугайся и не делай глупостей», сказал я, медленно вынимая руку из сумки. Энергетическая перчатка замерла перед девушкой ладонью вверх, а легкий мысленный импульс зажег на ладони огненный шарик. «Поздравляем! Вы самостоятельно создали и изучили боевой прием управления энергией. Уровень 1». Описание. При помощи мысленной команды вы способны контролировать энергию и придавать ей форму. Уровень 1. Форма шара наносит единичной цели дополнительный энергетический урон в размере 15 единиц. Я, затаив дыхание, посмотрел на свое детище и как-то рассеянно улыбнулся, нервно дернув губами. Атрасти сделала шаг назад. «Нет, нет!» Тут же пришел я в себя. «Не бойся, прошу! Я не причиню тебе вреда! Я лишь хочу показать тебе, кем я был до катастрофы! «Ты один из них, да?» С вызовом спросила девушка, а я, сжав левую руку в стальной кулак, погасив сияющий на ладони шар, шагнул к ней и прошипел в лицо. «Нет, никаких они! Есть только мы и ничего кроме! Мы были конкурентами когда-то или даже врагами, знаю, но все это был глупый и никому не нужный бред. Все эти громкие лозунги и утверждения, что мы не такие, как они, а они никогда не станут такими, как мы? Все это чушь. И головорезы, и правовержцы делали одно дело, помогали людям решать их проблемы. Лишь грани мнимой законности выбора заданий различали наши группировки, да придуманные у самих себя в голове идеалы. Но теперь, чего нам делить? Наш мир рухнул, больше нет головорезов, и правовержцев тоже нет. Нам нужно убираться с этой забытой богами планеты, убираться, чтобы набраться сил и отомстить тем, кто посмел так с нами поступить. Я помню данное тебе обещание, Трасти, отомстить проклятым пулом, и я его выполню, неважно, с твоей помощью или без. Головорезы плюс 1200. Блестевшие во тьме глаза сиянки взирали на меня с таким трепетом, что мне на мгновение стало неловко. Проняла девчонку моя речь. Не зря старался. А всплывшая синяя строка с цифрами полученной репутации это подтвердило. Трасти еще с полминуты молча смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Словно услышав Божье откровение, она пыталась найти в себе силы, чтобы поверить в услышанное. И когда сознание девушки окончательно решилось, глаза ее зажмурились, и, словно ныряя «Ты прав, Вай». Ее голос был тих и полон смирения. «Нам нечего больше делить». «Я рад, что ты меня услышала», улыбнувшись, ответил я. «Но теперь нам предстоит самое тяжелое. Убедить твоих друзей в том, что нам нужно дружить. Кстати, я вырубил Алика. Этот уродец, кажется, хотел меня убить». «Не хотел», легкомысленно отмахнулась от моих слов «Это я приказал ему найти тебя, доставить сюда и в случае нужды выбить из тебя всю дурь. Так что…» «Хорошо, тогда с этим разберемся потом», прервал я девушку. «Кроме твоих бравых вояк и их мнения о нашем договоре, нам предстоит еще поработать над убеждениями еще одной особы». «Это особа из ваших?» усмехнулась сиянка, а я, сдвинув брови, вновь ее поправил. «Из наших! Из сиян!» Так и внула, соглашаясь с моей поправкой, но застывшая на ее губах холодная ухмылка навеивала мысли о иронии этого жеста. «К тому же мы с ней вроде как вместе». «В смысле служите?» уточнила сиянка. «В смысле спим», припечатал я, отчего Трасти нервно хохотнула и ехидно заметила. «Так вот каким образом нужно было возвращать тебе память, а я-то дура не догадалась. Того гляди мог бы головорезом оказаться». «Давай не будем об этом. У нас есть чем заняться». Почувствовав себя до ужаса неловко, решил сменить я тему. «У меня есть предложение, как все можно провернуть. Готова слушать?» «Вообще да, но если тебе для работы мозга нужно пройти в спальню, то у нас могут возникнуть небольшие трудности». «Значит, они живы!» гневно сверкнув глазами, сказала отпрянувшая от меня Аидар. «Не все, конечно, но да», спокойно подтвердил я. Возвращался в штаб правовершцев я один. Мой наспех состряпанный по пути план висел на волоске, но я, кажется, сумел его выправить и первая самая легкая его часть была выполнена. Самая легкая, потому что убедить головорезов было однозначно проще, чем помешанного на чистоте помыслов, чести и соблюдения законов даже разрушенного мира правовершца. Аидар мягко обратился я к девушке и осторожно взял ее за руку. «Нам нужно поговорить». Гневное рычание и несущееся в мою сторону предметы мебели вот что я получил за свое безобидное предложение завести дружбу с ее давними врагами. Легкие деревянные стулья были разломаны об каменные стены штаба, свечи и настольные лампы оказались растоптаны на полу, а сама мебель заняла свое место в виде обломков в общей куче, что распростерлось за моей спиной. Крохи ловкости и второй уровень акробатики позволяли уклоняться от выпадов агрессивной особы, но бесконечно так продолжаться не могло. «Да дай мне все объяснить!» в который раз попытался я образумить взбесившуюся девушку. «Не нужно мне ничего объяснять!» Зло кричала она в ответ. «Ты трус, слабак и предатель! Как я могла любить такого, как ты? Лучше б ты умер вместе со всеми! Лучше бы я умерла вместе со всеми!» Последние слова девушка жалобно проскулила, опустив занесенный для броска последний уцелевший в этой комнате табурет и рухнула на пол, закрыв лицо руками. Началась обычная бабская истерика, которых за свою продолжительную жизнь я повидал немало. Осторожно подойдя к девушке, я присел рядом с ней и прижал к себе. Удалось мне это не с первого раза. Гордая и сердитая сиянка еще пыталась сопротивляться, но после третьей попытки меня оттолкнуть все же обхватила меня за шею и, прижавшись лицом к моей широкой груди, разрыдалась в голос. Все это представление продолжалось примерно полчаса, во время которых я трижды зарекся иметь здесь какие-либо отношения и с десяток раз восхвалил Всевышнего за то, что с возрастом такие вещи, как истерика, у женщин происходят все реже, пока и вовсе не сходят на нет. «Пойми, так будет лучше для нас всех!» понизив свой голос до шепота, продолжил я свое внушение. «Наша планета уничтожена! От всего нашего народа осталась крохотная горстка юнитов, разбросанных по галактике, и воевать между собой в сложившейся ситуации просто вверх идиотизма!» «Зачем я им?» Сквозь нервные всхлипы послышался голос сиянки. «Как это зачем? Ты ведь лучший клирик нашей фракции! Но главное, ты нужна мне!» Улыбнувшись, сказал я, поразившись собственной искренности. А ведь и вправду, что-то меня породнило с этой девушкой. Скорее всего, интимная близость, конечно. Но ведь я далеко не юнец с ветром в голове, без помощь натонущей в омуте чувств к легкомысленной девке, лишившей его невинности. «Правовершцы» плюс двадцать шесть тысяч единиц. «Эй, а где еще двадцать тысяч? У меня же было с этой девушкой превознесение! Черт!» Мысленно ругался я, стараясь сделать это так, чтобы ни «Наверное, ты прав», по-детски шмыгнув носом, шепнула Аидар. «Наверное, так будет лучше для всех нас. Держаться вместе с теми, кто с тобою одной крови, хоть и с противоположным взглядом на выбранную профессию. Мне нужно собраться». До базы головорезов в этот раз мы добрались не без приключений. Небольшой отряд патрульных в количестве пяти штук вывернул из-за угла на небольшом перекрестке разрушенной дороги. Реакция мобов оказалась куда лучше нашей. Видимо, встроенные игровые коды учуяли нас еще на подходе. Поэтому, встретившись с неприятелем практически нос к носу, мы тут же попали под обстрел ножных бластеров пульских десантников. Спасла нас расторопность и подготовленность Аидар. Уйдя от первых выстрелов при помощи обычных кувырков, она бросила мини-дрона, зависшего в воздухе в паре метров перед ней и развернувшего силовое поле, поглощающее весь энергетический урон. Сам же я ушел от верной смерти благодаря акробатике и тройному кульбиту в сторону. Поле ее дрона очевидно создавало какое-то агроизлучение, так как огонь десантники сосредоточили именно на нем. А я в то время медлить не стал и, укрывшись за одной из разрушенных стен, открыл огонь по ненавистным тварям, скафандры пулов даже на вид имели нехилую броню от физических атак. Поэтому энергетический урон в этом случае может сыграть куда большую роль. Обычный выплеск энергии помочь в сложившейся ситуации не мог, так как действовал на очень коротком расстоянии. И лучше всего им было бить в упор. Поэтому я мысленно поблагодарил свой мозг и его спонтанный порыв показать девушке именно огненный шар, а не взрыв чистой энергии. Огненные шары появлялись на моей ладони, а затем уносились в сторону бестолковой стайки мобов, отчаянно пытающейся продавить мощную защиту поглотителя урона Аидр. Сама девушка также без дела не стояла. С ее руки срывались световые шары какой-то светлой энергии, а с пасмурного туталианского неба изредка обрушивались на головы неприятеля лучи ослепительного света, нанося весьма ощутимый урон. Пристан афутуристический что ли? А иначе как объяснить ее атаки? Ведь те лучи срывались не с ее рук, а с неба. Следовательно, это не простой выплеск сформированной энергии через Е-проводник, а настоящая магия. Еще пара залпов и энергии на то, чтобы продолжать обстрел у нас не осталось. И тогда пришла пора для ближнего боя. Все пять пулов едва держались на ногах, в тот момент, когда дрон с силовым полем пал смертью храбрых, и огонь из ножных бластеров разделился между двумя целями. Мной и Аидр. Но отсиживаться дальше уже не было ни сил, ни желания. Тело рвалось в бой, руки нервно сжимали рукоять лазерного клинка, и по отмашке сиянки я пошел в атаку. Ловкое и тренированное тело моей любовницы сделало пару перекатов, а затем одним рывком сократив расстояние, врубилось в неровный строй десантников, затея в бой сразу с парой из них. Ее примеру последовал и я, только для боя с двумя противниками, думаю, я еще не дорос. Пропустив над головой пару лазерных лучей, едва не опаливших мне рога, я придал своему телу дополнительное ускорение, ударив врага с разворота. Удар 83, критический. Словно и не было никакого металлического скафандра. Тело пула разделилось надвое, получив смертельную дозу энергетического урона и принеся мне вожделенный опыт, коего в этом мире я получал настоящие крохи. Опыт плюс 119. Вместе с этим отправилась на тот свет сразу два моба, которыми активно занималась Аидр, вызвав в моей душе гадкий укол зависти. Легко, грациозно и непринужденно она исполняла смертельный танец с лазерным клинком, отрубая щупальца за щупальцем, а в финале поставив жирную точку, отрубив пару неотличимых от кучи навоза голов мерзких пулов. Следующему моему противнику потребовалось немногим больше, чтобы присоединиться к своим товарищам и отдать мне драгоценный опыт. Урон 37, урон 31, урон 40, опыт плюс 119. Зеленые цифры нанесенного мною урона еще мельтешили перед глазами, когда моя прекрасная сиянка, напоследок рубанув противника снизу вверх, упокоила его грязную душу. «Осмотри их, а я пока разведаю тут немного», сказала Аидар, и свет, окутавший ее, мигом растворил привлекательный женский силуэт. «Да что, они издеваются? В этой игре умеют становиться невидимыми все, кроме меня?» «Нужно посмотреть об этом на форуме. Штука-то однозначно полезная». Обшарив сумки всех пяти пулов, сумел найти только восемь голубоватых восьмиугольных металлических монет. Поднеся одну из них ближе к лицу, я постарался изучить ее как следует и сумел разглядеть изображение одной и той же прекрасной женщины на обеих ее сторонах. Спросить у Аидер о местной валюте я как-то не подумал, но делать это сейчас, наверное, было бы глупо и безответственно. Поэтому, закинув улов в сумку, я направился в ту сторону, в которую пошла сиянка. Через десяток шагов размытый силуэт девушки материализовался справа от меня и, задорно подмигнув, бодро зашагал рядом. Остаток пути прошел в штатном режиме. Никаких сюрпризов или неприятностей встречи на нами не было. Но по мере приближения к цели нашего небольшого похода, сердце мое начинало колотиться все быстрее и быстрее. Предстоящая встреча двух ранее воинственно настроенных друг против друга фракций студила и без того холодную кровь в моих жилах. А если учесть тот факт, что обе стороны представляли женщины, в общем, я готовился к худшему. Войдя в идеальный круг руин вслед за мной, Аидр замерла на месте и, обведя уничтоженное строение удивленным взглядом, сказала, «Неужели их штаб находился в старом здании сената?» «Ну, судя по всему, так оно и есть», пожав плечами, ответил я. «А тебя это смущает?» «Смущает?» опешилась Янка и повторила. «Смущает?» «Да эти старые обхусы были нашими постоянными клиентами, половина к тому, чтобы отыскать того или иного головореза. А оказывается, они все это время были у них под носом». «Чем ближе к опасности, тем мы дальше от нее», с усмешкой сказал я и пошагал дальше, проигнорировав вопросительный взгляд Сиянки. «Неужели совет сенаторов оказался столь глуп, что не заметил гнездо врага под собственной задницей?» Тем временем не унималась Аидр и, поравнявшись, требовательно посмотрела мне в лицо. «Да откуда мне-то это знать?» отмахнулся я от девушки. «Вот подружишься страсти, у нее и спросишь». «Подружусь, как же?» брезгливо сказала она и замерла вместе со мной у дверей укрытия головорезов. Перестуком изобразив незамысловатую мелодию, подал сигнал стоящему на стрёме дежурному о своем прибытии. «Все оказалось не так страшно, как я себе это представлял, и общей беседы за круглым столом, плавно перешедшей в мини-войну фракций, не произошло. Вместо этого, сдав меня на поруки Тиму и Заруму, Аидр удалилась куда-то в обществе хитро прищурившейся Трасти и ее хмурого заместителя Босха. И стоило этой компании скрыться в ближайшем коридоре, как меня принялись раздевать, в прямом смысле этого слова. «Снимай, снимай», проговаривал Зарум, наблюдая, как я медленно оттягиваю неизбежное. Стягиваю с себя куртку. «Они были выданы тебе на время выполнения задания, которое ты, кстати говоря, позорно провалил. И оружие мое верни немедленно». «Ничего я не провалил», сердито огрызнулся я, переходя к расшнуровке ботинок. «По идее, я мог этого и не делать, а просто снять предмет в меню персонажа. И тогда ботинки все сделали бы практически самостоятельно. Разве что с ноги бы не спрыгнули. Но я продолжал оттягивать неприятный момент и тянул время, надеясь, что кто-то меня спасет и позволит оставить полюбившиеся вещи себе. Я, между прочим, не только территорию разведал, но еще и сдружился с предполагаемым неприятелем, а после привел его сюда. И не просто привел. Благодаря мне мы все станем одной дружной семьей, а это как ни крути круче, чем обычная разведка местности». «Возможно», — с задумчивым лицом согласился Зарум, после чего ехидно улыбнулся и добавил. «Но только задание-то было в другом. Ты не командир, чтобы думать, как будет лучше, а обычный солдат, к тому же с глубокой потерей памяти. Так что снимай барахло и будь добр, не залей тут все слезами». «Хоть штаны оставьте, волки», — наигранно взмолился я, решив немного покривляться. «Дайте срам прикрыть!» В ответ на мою тираду послышались сперва смешки, а потом и откровенный хохот двух глоток, сопроводивший приход закончившего собрание командирского состава. Смех утих, но стоило девушкам подойти ближе, как он вновь прокатился по просторной площади помещения, после слов в трасте. «А, вещи для задания! Снимай, снимай! Ты его все равно провалил!» Тим упал на пол и, сложившись в позу эмбриона, зарыдал от смеха. Азарум едва держался на ногах, опершись руками на хлипкий с виду столик упокрытый светлым металлом стены. Я зло посмотрел на трасте, а когда перевел взгляд на Аидр, заметил, как та улыбается, отчего сердце мое растаяло. Одним движением содрав с себя штаны на хороший бонус к ловкости, я швырнул их под ноги едва успокоившемуся заруму, после чего извлек из сумки оружие с очками и также швырнул их в сиянина. «Так-то лучше!» с улыбкой сказал он, вооружаясь и собирая вещи. «Пойду отнесу их на склад!» «Подожди!» окликнула его трасте. «У нас есть на складе что-нибудь лазерного клинка!» «Можно посмотреть!» Почесав кривой рог, ответил зарум. «Решили заняться благотворительностью, командир?» «Нет!» с улыбкой ответила она. «Вооружаю союзника!» «Внимание!» Скрытое задание примирения непримиримых выполнено. Описание. Сумев объединить давних врагов, вы даровали своей расе шанс однажды отомстить врагам, уничтожившим вашу родную планету Туталлу. Награда за выполнение. Репутация с фракцией правовершцы плюс 20 тысяч единиц. Репутация с фракцией головорезы плюс 2000 единиц. Три предмета со склада фракции головорезы на выбор. «Надеюсь, в этот раз у меня их отбирать не станут?» «Думал, я шагаю вслед за зарумом по уже знакомому мне коридору». «А почему именно такие вещи?» «Разглядывая характеристики выложенных передо мной предметов в количестве шести штук, печально спросил я. Двое ботинок, двое штанов и две туники, подобные той, что носила Аидар». «Потому что так распорядилась наша прекрасная начальница!» С добродушной улыбкой ответил этот веселый тип. Сразу стало заметно, что моя репутация не просто потеряла нейтралитет, а имеет теперь весьма определенный статус дружелюбия. «Ты ведь у нас из рядов правовержцев, а у них все в этом ходят. Наноботы, вживленные в структуру материала этой ткани, помогают повысить коэффициент мозговой деятельности и улучшить показатель владения внутренней энергией. А также немного, но все же повышает ловкость, жизненно необходимую любому наемнику. А ведь и вправду повышает. А я-то думал, с чего вдруг энергетический, а по сути магический класс так ловко кувыркается и проделывает разные акробатические трюки. Постояв над небогатым выбором одежды, различающейся между собой лишь цветом и одной-двумя единицами в какой-то из характеристик, я все же сделал выбор в пользу комплекта бежевого цвета с уклоном в знание. Конечно, на моем-то третьем уровне, на котором я, к слову сказать, уже изрядно подзадержался, любой бонус не будет лишним. Но в сравнении с тем же комплектом ниндзя это убогое тряпье смотрелось просто жалко. Нарядившись в просторные одежды и весьма удобные легкие сапоги, почувствовал себя слегка некомфортно. Пропала та легкость, с которой мое тело передвигалось в сером ловкаческом наряде. Зато на смену ей пришла сила бурлящей в моей янтарной крови энергии. Всего десять единиц прибавилось к характеристике знания, а тело буквально пучит от переизбытка мощи. Удивительные ощущения. Водрузив перчатку Е-проводника на левую руку и повесив рукоять лазерного клинка на специальный крючок на штанах, бегло осмотрел себя и, открыв характеристики, прочел все пункты, задержавшись на замороженной мною строке с доступными к распределению очками характеристик. Имя Вейлентор. Раса Сиянин. Класс не выбран. Уровень 3. 257 из 400. Характеристики. Сила 500, ловкость 8, выносливость 5, телосложение 5, интеллект 25, дух 5, знание 35, мудрость 25, удача 5, свободные очки 15, сила физического удара 15-20, критический удар 0,16%. Уклон от физических атак 0,08%. Скорость физической атаки минус 0,008 секунды. Здоровье 200 единиц. Регенерация здоровья 5 единиц в секунду. Сила энергетического удара 70 единиц. Критический энергетический удар 0,5%. Уклон от энергетических атак 0,25%. Скорость энергетического удара минус 0,25 секунды. Энергия 362 единицы. Регенерация энергии 5 единиц в секунду. Навыки Двурукий уровень 1. Бонус плюс 1% урона парным оружием. Свободные очки 0. Умение Пилот уровень 1. 3 из 100 минут полета. Описание Только простейшее средство полета. Первая помощь уровень 1. 1 из 10 излеченных. Описание Простейшее и готовое средство исцеления. Акробатика уровень 2. 35 из 200 выполненных элементов. Описание позволяет выполнять простейшие акробатические элементы и несколько элементов среднего уровня сложности. Бонус ловкость плюс 2%. Импланты нет. Религия Старший бог не выбрана. Бонус нет. Младший бог не выбрана. Бонус нет. Профессии не выбрана. Репутация Правовершцы 20 000 из 20 000 Превознесение Головорезы 0 из 5 000 Дружелюбие Пулы Пулы Минус 20 000 Из 20 000 Война Видимо, им так и суждено висеть в пространстве моей нерешительности в ожидании того момента, как мне дадут принять два из четырех изученных мною навыков. Да и от былой уверенности в выбранном пути у меня давно не осталось и следа. Я все больше влюблялся в кибернетическую сталь, покрывшую мою левую руку, и тяжесть высокотехнологичной рукояти, генерирующей лазерный клинок. Жар подвластного мне огня одурманил рассудок, подталкивая к выбору пути духовного и внутреннего самосовершенствования. Наконец-то вы вернулись. Сидящие за столом белокурые бестии практически синхронно обернулись к нам и также синхронно поставили кружки с чем-то парящим на его поверхность. Мы как раз обсуждали дальнейшие планы нашей совместной организации и пришли к выводу, что первым делом нужно убираться с этой планеты и искать новое пристанище. А вместе с тем новое имя и предназначение, уверенно добавила Аидр, глядя на меня. Как выяснилось, слухи о наличии у наших друзей космического челнока, способного доставить нас к другой звезде, оказались правдой. Вот только, как всегда, есть одно но. «Он сломан!» выкрикнул я, проявляя чудеса эрудиции. Но не тут-то было. «Нет», отозвалась страсти, «он был сломан еще сегодня утром, но совместные усилия Таты и Дарина вернули его к жизни. Проблема состоит в том, что у нас нет топлива». «Так давайте отыщем станцию заправки и унесем столько, сколько сможем», пожав плечами, сказал я. «Но вновь оказался самым глупым и неосведомленным среди всех присутствующих». «После зачистки все органическое топливо было переработано в питательную смесь вместе с жителями планеты и растениями», назидательно сообщила Аидер. «Так что придется использовать другой способ, чтобы раздобыть топливо». «И он у нас есть», продолжила их общую мысль Трасти. А эти двое очень быстро и недурно спелись. «Все, что нам нужно, это отыскать место дислокации временной базы пулов и украсть пару килограммов топлива». «Этого нам вполне хватит для путешествия к соседней звезде». «А теперь самое главное», вновь вступила в разговор Аидер. «Раз уж вы двое стали своеобразными сводными братьями по оружию, какое-то время пользуясь одним комплектом на двоих, мы хотели бы поручить это дело вам». «Алик сумел достать кристалл памяти одного из дронов-разведчиков пулов, так что примерные координаты возврата у нас есть. А дальше все будет зависеть от вас, ребята. Вся добыча, которую сумеете найти, полностью ваша». «Так что, беретесь?» Произнесла Трасти классические слова выдачи квеста. И перед моими глазами появилось окно с системным сообщением. Внимание! Доступно задание «Грабеж врага». Описание. Используя координаты, полученные с дрона разведчика, доберитесь до временной базы пулов и украдите не менее трех килограммов органического топлива для космического челнока. После чего вернитесь в штаб головорезов. Награда в случае успеха опыт плюс 500 единиц. Вся добыча, что удастся добыть при выполнении задания. Штраф в случае неудачи вариативно принять отказаться. Не знаю как за рум, а я рвался в бой. Первое по-настоящему серьезное задание. Ни разведка, ни поиск неведомо чего, а четко поставленная цель с возможной боевой составляющей. Это же просто здорово! Я согласен. Довольно потирая руки, сказал я, мысленно нажимая на кнопку принять. Я тоже. Нежно погладив рукоятку своего пистолета согласился за рум. Заодно проверю, не сломал ли чего этот больной, пока ходил с моими крошками. День клонился к вечеру, и звезда, согревающая эту мертвую планету, потихоньку опускалась все глубже за горизонт, разукрашивая хмурое небо в темно-малиновый и бордовый тон. Путь был не близким, поэтому нам предстояло еще разок спуститься в местный аналог метро, чтобы не вышагивать на своих двоих до ближайшего пригорода. Самой близкой телепортационной станцией являлась та самая, на которой мы с Трасти оказались, переместившись на этот материк, а идти до нее, насколько мне помнится, немало. Разговор с моим новым соратником как-то не клеился, да и поговорить нам особо было не о чем. Сам я якобы все забыл, что когда-то помнил в этом мире, а на деле просто ничего и не знал. А за рум, очевидно, был поглощен собственными размышлениями. Но вдруг в голову мне пришла идея. Раз уж я не могу выделить время, чтобы почитать форум игры, так может получится растормошить этого парня? За рум, обратился я к быстро шагающему чуть впереди сиянину. Ты мне не можешь кое-что освежить в памяти? Чего там у тебя? Беззлобно ответил вопросом на вопрос этот необычный парень, давая понять, что он в принципе открыт для диалога. Я тут с пула в кое-какой лут, ну, то есть кое-что собрал. Вовремя перефразировал я, вспомнив, что игровых терминов лучше избегать, когда имеешь дело с НПС. И, достав одну из монет, протянул ее сиянину. Вот. Один конт, просто ответил он, и, вернув монету обратно, снова отвернулся. А если поподробнее? Поравнявшись с ним, мягко намекнул я. Расскажи мне о деньгах. Какие они бывают, из чего их делают? Ты что, и этого не помнишь? Опешил сиянин и задумчиво почесал рог. Да как ты за оружие-то держался тогда? Хотя, ладно, все равно идти нам еще долго. Это конт, монета самого мелкого номинала. Их делают из контового сплава, в который входит четыре разных металла, и какая-то алхимическая настойка. Пхус его знает, какой выдержки. Ценится этот сплав не очень высоко, и в основном используется для изготовления украшений, монет, и иногда при создании некоторых высокотехнологичных деталей или проводников. За ней идет круглая монета Илен. Делают ее из чистой иленивой руды, которая также ценится за свой благородный облик, отливающий ярким рыжим цветом. Стоит одна такая монета ровно сто контов, и считается вполне солидной суммой, если речь идет об обеде в какой-нибудь забегаловке. Следом стоит тайкон. Монеты из этого безукоризненно черного металла делают квадратные формы. Оценится он за свою необычно прочную структуру и, конечно же, красоту. Матовую поверхность тайконовой брони сложно пробить даже в упор крупнокалиберным оружием. А если зачаровать такой комплект у магов, то смело можешь участвовать в любых боях и войнах. Убить тебя будет практически невозможно. Нужно ли говорить, что стоит такая кроха совсем не дурно. Сто иленивых монет. И если перевести стоимость одного только материала на создание полного комплекта такой брони, то сумма получится воистину космическая. Немногие адмиралы космических флотилий могут позволить себе такую роскошь. Хотя, по сути, они им без надобности. Они ведь дальше адмиральского мостика и своей каюты ничего не видят. А замыкает наш валютный парад треугольный Тиль. Одна монета из чистого Тиля стоит тысячу тайконовых монет. Тысячу! А все потому, что этот металл обладает уникальными свойствами и встречается крайне редко. Во всей галактике насчитывается всего сотня его месторождений, на которых за один седанский год добывается едва ли не полкило Тильевой руды. И раскупается она еще до того, как была вынута из недр какой-нибудь планеты. А какие такие уникальные свойства имеет этот Тиль? Спросил я, когда понял, что замолчавший Зарум продолжать свой рассказ не собирается. Он сам по себе практически невидимый, огорошил меня этот парень. Почувствовать его ты можешь. Он холоден как лед, но легок словно воздух. При этом столь прочен, что для обработки его и переплавки пришлось изобретать совершенно новую систему, завязанную на магии хаоса. Эти ребята знают толк в разного рода искажениях. Вот и гребут теперь Тайкон ковшами. А еще при переработке и дальнейшем изучении этого металла ученые алхимики научились извлекать уникальную эссенцию, способную даровать любым юнитам способность становиться невидимыми. Конечно, существуют и другие способы скрыть свое тело от посторонних глаз, но имплант с вживленной тильевой эссенцией позволяет остаться незамеченным для любых радаров, сканеров и даже рентгена. А где его можно купить? Тут же ухватился я за полезную мысль. Купить? Сдавленно рассмеялся сиянин, прикрыв рот ладонью, чтобы не выдать наше местоположение возможным противникам. Такие вещи не продаются и не покупаются. Чтобы заиметь подобный гаджет, нужно очень и очень высоко сидеть. Чего далеко ходить? Наш Алик носит в своей левой ноге один такой имплант. Достался он ему в наследство от отца, который был личным телохранителем императора звездной системы Кразис-Т до самой его смерти. Других таких счастливых обладателей я даже и не знаю. А ты сам что используешь для того, чтобы становиться невидимым? Поинтересовался я, поняв, что без этого полезного скилла в профессии наемника делать собственно и нечего. Я не очень люблю разбалтывать секреты фракции, с притворным подозрительным взглядом пробубнил этот веселый парень. А потом махнул рукой и добавил. Но раз уж мы теперь официальные союзники, то, думаю, ты и так все скоро сам узнаешь. Тим и Дарин изобрели магоинженерный имплант. Дарин является лучшим алхимиком из всех, кого я когда-либо знал. И он сумел извлечь маскировочный ген из одной забавной ящерки, обитавшей на Тутале до катастрофы, и выделить из него эссенцию. Изучив имплант Талика, они с Тимом создали нечто подобное, но с матрицей из эссенции этого гена. Каждый из головорезов теперь щеголяет с таким подкожей. И пусть не становится абсолютно невидимым, но заметить нас очень сложно. Рентгеном просветить там или сейсмографом засечь шаги. Но кто их будет с собой таскать, верно? За этим разговором я и не заметил, как позади осталась большая часть пути. И теперь нам оставалось только пересечь пару широких улиц, чтобы оказаться на месте. Всю дорогу нам сопутствовала удача, хоть мой показатель этой характеристики и имел сугубо стандартное значение. Но вот что-то где-то колыхнулось, отчего Зарум серьезно насторожился и прислушался к окружению. А я прильнул к ближайшей грязно-бежевой стене уничтоженного магазина, стараясь слиться с его поверхностью. Спустя несколько секунд а в следующее мгновение тело Зарума прикрыло меня и растворилось в небытие, очевидно активировав тот самый имплант маскировки. Безмолвно замерев на месте, я ощущал холодное напряженное присутствие своего напарника, а задрав голову и рефлекторно пригнувшись, как завороженный уставился на незваного гостя. Не спеша, будто пес на дневной прогулке, из-за крыши осыпавшегося здания вылетел патрульный дроид и, не заметив нашего присутствия, вальяжно проследовал дальше, по одному ему известному маршруту. Стоило вражескому шпиону удалиться, как Зарум принял свой естественный облик и кивнул головой, предлагая проследовать дальше. Местный аналог нашего любимого солнышка уже совсем скрылся из виду, погрузив мертвую планету во тьму, в тот момент, когда наши ноги переступили порог в скрытой еще трасти двери, ведущей на телепортационную станцию. Тьма нас по-прежнему не смущала, а предвкушение славной заварушки будило в груди давно позабытый мною мальчишеский азарт. Когда круг телепорта угас, знаменуя о том, что перенос прошел успешно, мы бегом направились к выходу, не желая больше терять и минуты, ведь нам предстояло еще вернуться обратно на базу, и чем раньше мы это сделаем, тем скорее начнется наша общая счастливая жизнь. До базы пулов мы добрались в считанные минуты, что меня, признаться, сильно удивило. Почему эти ребята не прошерстили все вокруг и не сумели отыскать подземную станцию, напичканную функционирующей магоинженерной технологией? Как же ИИ допустил подобное? Или по легенде пулы и понятия не имели о существовании подобных технологий у среднеразвитой расы сиян? Перед выходом на дело Зарум предложил осмотреться, и не имея возражений я отправился за ним, на восьмой этаж разрушенного жилого дома, прямо во дворе которого и был развернут лагерь ненавистных нами пулов. Мелкая каменная крошка хрустела под ногами особенно звонко в могильной тишине мертвого здания. Пыль, подымающаяся от каждого нашего шага, оседала на гландах и в узких ноздрях сиянского организма, вызывая желание чихнуть и раскашляться, чего допускать было нельзя. Помимо нас в этих руинах могли притаиться и враги, которым не доставит огромных проблем подать сигнал тревоги на базу, так что выдавать свое присутствие было совершенно противопоказано. Я шагал след в след за своим более опытным напарником, до боли сжимая нос и проклина опершение в горле. Но стоило нам подойти к провалу выломанного окна и втянуть свежий тоталианский воздух, как назойливый приступ дал слабину. Через темный провал в стене нам открылась грандиозная картина. Огромная космическая станция, не менее пяти этажей в высоту и пары сотен метров в длину, уютно устроилась на некогда пустынном дворе и погребя под своим массивным телом руины близлежащих домов. Ее серебристая поверхность была испещрена широкими люками, из которых то и дело вылетали патрульные дроны и небольшие грузовые челноки. А на земле вокруг самой станции были выгружены металлические боксы, из которых бодро вышагивали пульские десантники. Несмотря на масштаб развернувшегося перед нами действа, разглядеть что-то конкретное мне не удавалось. Все слилось в один сплошной мельтешащий и словно вибрирующий механизм, гадко отсвечивая чистым серебром и заставляя щурить глаза, когда свет одной из местных лун отражался от идеально гладкой поверхности космической крепости. «Какие идеи?» обратился я к своему напарнику, но тот не ответил, напряженно глядя вниз, видимо сканируя местность ночным зрением. «Вижу топливо», спустя пару минут все же ответил сиянин и развернувшись направился на выход с этажа. «Может быть поведаешь своему непутевому напарнику о деталях плана?» немного обиженно попросил я, задетый таким холодным безразличием. «Ему-то хорошо, он сейчас уйдет в инвиз и пусть эти красные слезняки там хоть в лепешку расшибутся, а этого парня найти не сумеют». «Но мне-то туда явно путь был закрыт, и исходя сейчас мы сольемся с местностью и тихо проберемся в тот бокс, где хранится топливо». Шепотом вещал Зарум, практически беззвучно ступая по своим собственным следам, оставленным по пути сюда. «Затем аккуратно извлекаем не меньше трех кило топлива и возвращаемся на базу». «Может быть ты не знал?» нервно зашипел я. «Но я не умею сливаться с местностью, разве что мешком с пылью могу прикинуться». «Но тогда стоять мне неподвижно у ближайшей стены и ни о каком грабеже даже думать не стоит». «Не переживай ты так», вдруг улыбнулся этот парень. «Держи, но пока не пей. Рано еще». Протянув руку навстречу распахнутой ладони сиянина, я взял с нее небольшой стеклянный бутылек с прозрачной вязкой жидкостью и жадно вчитался в описание. Уже примерно представляю, что тому вижу. Эликсир обмана восприятия. Тип редкое. Свойство. Позволяет скрыться от вражеских органов и датчиков восприятия окружающего пространства. Время действия 10 минут. «И откуда у тебя такая полезная штука?» задал я первый пришедший на ум вопрос. «И почему ты не дал мне ее еще в штабе?» «Дарин». Довольный произведенным эффектом просто ответил сиянин и после небольшой паузы все же снизошел до объяснений. «Наш маг и алхимик умеет делать еще и не такие штуки. Были бы ингредиенты. Конкретно этот бутылек у него остался последний еще с тех пор, когда не все головорезы имели импланты маскировки. По той же причине я не дал тебе его сразу. Он остался в единственном экземпляре и сделать новый уже не получится. Растения, из которых оно готовилось, умерли вместе с прочей жизнью на нашей планете. Так что потеряй и разбей ты его, и идти мне пришлось бы одному. А это противоречит прямому приказу начальства. Ты ведь не хочешь нарушать приказы, верно? Последнюю фразу как раз перед выходом из обрушенного подъезда Зарум сопроводил обворожительно издевательской улыбкой и, активировав свой имплант, растворился в шумной ночи враждебного пространства. «Пей и иди за мной!» Вдруг прозвучал голос сиянина у меня над ухом, отчего рефлекторно отшатнулся, услышав сдавленный смешок напарника. «А он веселый парень», думал я, борясь с затычкой в бутыльке. «Буду рад поработать с ним в дальнейшем, если это не противоречит игровому процессу». Откупорив пробку, я залпом отправил безвкусную жидкость в желудок аватара и с восторгом заметил, как начинает таять мое собственное тело, превращаясь в некую полупрозрачную призрачную материю. Когда дело было сделано, я вдруг осознал, что понятия не имею, как отыскать своего невидимого товарища, о чем незамедлительно заявил вслух. «Открой функции коммуникатора и найди вкладку «Группа», послышался совет напарника, как оказалось стоящего рядом. «Мы ведь союзники, а наши с тобой приспособления способны это различать. Так что просто считай мой ДНК-код и коммуникатор будет проецировать мой образ прямо тебе в мозг». Последовав его совету, я быстро отыскал нужную вкладку в меню коммуникатора и, выставив руку в ту сторону, откуда только что звучал голос зарума, активировал функцию сбора кода ДНК. Голубоватый луч сорвался с моего запястья и, уперевшись в пустоту, вдруг обрисовал голубой сеткой поверхность тела после себя лишь едва заметное голубое свечение вокруг его силуэта. Удивленно выдохнув, я увидел, как безликий силуэт зарум махнул мне рукой и направился прочь, устремившись к главной цели нашего сюда визита. Его спешка была более чем обоснованной, действие выпитого мною эликсира было весьма недолговечным, а что встретится у нас на пути пока оставалось загадкой. Маскировка работала на славу, и ни один из промчавшихся над нами дроидов не заподозрил неладное. Зарум шагал медленно, но уверенно, очевидно, зная наверняка, где находится наша цель. А я обрел прямо за ним, стараясь в точности повторять все движения напарника, и иногда отвлекаясь на очередного разведчика или близко подошедшего десантника, что толпами сновали здесь повсюду. Вблизи громадина космической станции казалось ей еще больше, чем с высоты восьмого сообщества войск наводило на подозрительные мысли. Неужели все эти войска прибыли сюда, чтобы отыскать мифическую одну десятую от выжившего населения планеты и сопроводить их в лабораторию на опыты? Спросить бы у Зарума, да привлекать внимание не хочется. Да еще и репутация с головорезами, не дай бог, вниз пойдет, если он вдруг посчитает, что я нарочно пытался привлечь внимание пулов с целью предательства. Миновав пару заградительных периметров, банально прошмыгнув мимо охраны на КПП, мы довольно скоро отыскали нужный нам бокс, в котором на данный момент находилось всего шесть вражеских юнитов, и те были какими-то рядовыми механиками. Во всяком случае, оружия при них я не наблюдал. А также здесь стояло четыре небольших грузовых челнока и один боевой космический истребитель. Треугольная серебристая поверхность фюзеляжа и замысловатая это буквально притягивали мой взгляд. Мощь и грация. Только такими словами я мог описать эту красоту. И именно в тот момент я поклялся сам себе, что однажды я сяду за штурвал или что там у них внутри и в одночасье покорю всю галактику. Легкая вибрация в левой руке привлекла мое внимание, вырвав из плена сладостных грез. А когда я посмотрел на голографический экран коммуникатора, увидел сообщение от Зарума, Зарум Вай, ты чего там встал? Быстро иди сюда, нам нужно спешить. Вот и чат объявился, а я-то все гадал, как им пользоваться. Нажав на сообщение, выбрал во всплывшем окне пункт ответить и отписался напарнику. Вайлентор Ты умеешь водить эту штуку? Может быть угоним ее и махнем к нашим? Зарум Ну почему мне в напарнике всегда достаются одни только психи? Бегом иди ко мне. У нас нет времени на обсуждение бредовых идей. Не став спорить, я быстро направился к нервно трясущему правой рукой напарнику, чей силуэт виднелся у противоположного выхода из бокса амбара, в котором мы находились. Рядом с ним стоял один из грузовых челноков, чей грузовой отсек был распахнут настежь. А внутри виднелось несколько металлических цистерн, чьи крышки плотно прикрывали содержимое. И как ему удалось разглядеть этот небольшой челнок с такого расстояния? Думал я, наблюдая, как Зарум водит левой рукой над крышкой одной из этих бочек. Спустя несколько томительных секунд крышка наконец приподнялась, выпустив пару клубов красного дыма, или скорее пара, а внутри показалось нечто похожее на клубничное варенье. Ярко-красная густая субстанция изобиловала розоватыми вкраплениями, точь-в-точь, как в вышеупомянутом мною продукте. Судорожно сглотнув слюну и внезапно почувствовав дикий голод, я подошел ближе. И тут же получил в руки от своего напарника неглубокий мешок, по материалу напоминающий обычную фольгу, только прочнее ее во много раз, а также небольшой скребок. Зарум достал себе точно такой же набор и принялся черпать содержимое из цистерны и выливать его в свой необычный мешок. Присоединившись к напарнику, я довольно быстро наполнил нутро мешка ярко-красным вязким веществом и быстро помчался прочь. Вслед за этим быстрым сиянином, так как снующие неподалеку механики и грузчики наконец соизволили заметить разгерметизацию одной из цистерн с горючим. Когда бокс ангара остался позади, датчик в коммуникаторе, отвечающий за действия эликсиромаскировки, показывал три минуты, которых нам едва хватило, чтобы незамеченными покинуть базу пулов и укрыться в одном из подъездов ближайшего здания. Ну и ощущения. Счастливо выдохнул я, опускаясь на захламленную ступеньку лестничного пролета. Как мы их сделали, а? Да-да, можешь собой гордиться. Безразличным тоном сказал Зарум, что-то печатая на своем коммуникаторе. Шлешь отчет начальству? Догадался я и, получив в ответ утвердительный кивок, позволил себе заглянуть в инвентарь и посмотреть на описание содержимого обоих мешков с топливом, которое этот тип заставил тащить именно меня. Органическое топливо класса С. Тип обычное. Масса 3,7 килограмма. Описание. Используется для заправки космических челноков низкого уровня. Позволяет развить вторую космическую скорость. Не очень подробно, но и такая информация когда-нибудь может мне пригодиться. Раз уж эта аппетитная на вид субстанция имеет тип обычная и класс С, то логично предположить, что существуют классы Б и А, а также редкие, необычные, уникальные и прочие типы топлива. Видимо, для более мощного, сложного и просто большого корабля требуется иной вид топлива, что в принципе логично. Если я что-то еще помню из любимых документальных фильмов про космические путешествия и нашу Вселенную в целом, вторая космическая скорость позволит челноку только преодолеть притяжение планеты и, может быть, долететь до другой, но находящейся в этой же планетной системе. А судя по разговорам наших бравых начальниц, в их планах значился пункт, звучащий как «покинуть звездную систему и отправиться в соседнюю». Но для этого потребуется развить как минимум третью космическую скорость, что в нашем случае, как я понимаю, будет невозможно. И что же они будут делать? Зарум обратился я к напарнику, желая выяснить на месте волнующий меня вопрос. Но тот беспокойно повел головой и вскинул руку, говоря мне замолчать. Я притаился, нутром ощутив беспокойство товарища. Но стоило мне потянуться к поясу за рукоятью энергетического клинка, как Зарум начал растворяться в пространстве, оставляя вместо себя лишь едва заметный голубоватый силуэт. Я мгновенно оказался на ногах, но тут же отшатнулся и зажмурился, потому что в глаза прилетела янтарного цвета холодная жидкость, залившая мне все лицо. Послышался крик боли. Смахнув чью-то кровь с глаз, я уставился на упавшего на пол Зарума. Его левая рука лежала чуть поодаль и судорожно сжимала и разжимала пальцы, временами слегка подпрыгивая от предсмертной агонии нервных окончаний. «Уходи!» крикнул он, силясь подняться на ноги. «Тебе с ним не справиться!» Как-то среагировать я не успел, ведь уже через долю секунды что-то невидимое подняло его меч, пробило легкую броню моего напарника и вонзило клинок прямо в его грудную клетку. До моего сознания донесся предсмертный хрип, а распахнутые в ужасе от осознания произошедшего глаза сиянина впились в мои, после чего закатились и голова его безвольно упала на грязный пол. «Ну, здравствуй, союзничек!» послышался из ниоткуда знакомый басистый голос. «Вот, значит, что ты удумал? Убить напарника, похитить топливо и смыться в одиночку, да?» «Алик, это ты?» нервно крикнул я в пустоту. «Что ты несешь? Зачем ты это сделал?» «Я ничего не делал», насмешливо ответил голос сиянина. «Я следил за вами по приказу Трасти. И вот вижу, как ты выхватил меч из ножен за Рума, отрубил ему руку с имплантом маскировки и коммуникатором, повалил же оружием. И как такому, как ты, она могла доверять? Ты ведь правовержец, а эти трусливые и подлые твари никогда не умели быть...» Дальше я слушать не стал. Ведь и так все было понятно, что меня банально решили подставить, хоть и не ясно зачем. Может быть, я просто не понравился этому типу, а может быть, тут замешана какая-то идеология или даже мелкая политика. В любом случае, выяснять подробности мне было некогда. Ведь нужно было действовать. За время его монолога я понял, что сиянин стоит примерно в пяти метрах от меня. Поэтому неожиданный рывок с места и уверенные сальты вперед должны были как раз вывести меня на огневую позицию. Рывок и в то же время правая рука снимает с крючка рукоять энергетического клинка. Толчок ногами одновременно с нажатием кнопки на своем оружии тело взмывает в воздух а энергия уже ищет выход через мой е-проводник. И как только ноги касаются пола активирую выплеск энергии отведя руку слегка влево и в то же время для надежности делаю взмах правой рукой целясь в предполагаемое расположение шеи противника. Урон 150 критический Раздался взрыв огненное зарево осветило темное затхлое помещение а у соседней стены послышался удар хруст и грубый отечественный мат который тут же заставил меня задаться еще одним вопросом Это все переводчик так подстраивает под мой интеллект? Или же раса сиян списана конкретно с моей национальности? А что россияне и сияне? Очень даже может быть Нужно будет все же почитать об этих ребятах и их планете на выходном Удача вновь оказалась на моей стороне И какой бы крутой имплант у него там не стоял при ударе невидимость с Алика слетела А я не теряя времени отправил в лежащего на полу юнита подряд с десяток огненных шаров и взглянул на его состояние Урон 95 Урон 93 Алик Сиянин Головорез Уровень 10 Здоровье 108 9% Энергия 354 59% ФЗ 0% С 0% А неплохо я его потрепал Подумал я подойдя ближе и любую с значком под названием бессознание под строкой состояния этого типа Видимо взрывом оглушил или головой ударился сильно И что мне теперь прикажете делать? Как возвращаться в лагерь? Что я им скажу? Конечно же нужно рассказать правду Вот только поверят ли они мне Хорошо это отложим на потом Главное решить что делать с этим парнем и телом моего неудачливого напарника Мне нужно было достать хоть какие-то доказательства своей невиновности Вот только что я мог сделать Написать Трасти и Аидр что я тут стою у трупа своего напарника а рядом лежит тот кто его убил а я весь такой ловкий и везучий без одного увечья и травмы всех победил Пусть это было правдой но даже я сам в это не поверил бы Эх был бы у меня диктофон А еще лучше телефон чтобы можно было как в дешевом фильме нажать на кнопку вызова и заставить предателя во всем сознаться Только так чтобы он сам об этом не догадался Зацепившись за эту идею я оборвал мыслительный процесс и зарылся в опции вкладок функции коммуникатора Ведь это прибор с высокими технологическими данными Неужели в нем нет обычного телефона или рации Потратив на это дело драгоценную минуту я набрел наветвистую голографическую проекцию В ней на самой вершине светилось слово головорезы а от него вниз уходило несколько черточек упиравшихся в имена трасти и прочих членов этой фракции Что это было я не знал Но благо сверху имелся значок знак вопроса нажав на который я получил развернутую инструкцию о функционале этого приложения Благодаря положительной репутации коммуникатор автоматически связался с устройствами моих товарищей и забил их номера в свою базу данных Так что я теперь свободно мог связаться с любым из членов нашего небольшого альянса Кроме бедняги Зарума чье имя в связи со смертью там просто не отражалось В следующий момент в моем мозгу будто сами собой всплыли слова моего покойного напарника которое он между делом бросил во время рассказа об имплантах невидимости Тот что имел при себе Алик находился в его левой ноге и когда он очнется для меня будет лучше если он не сумеет им воспользоваться Активировав меч я навис над бессознательным телом бывшего союзника отправил вызов на коммуникатор Трасти и решительно рубанул по его конечности лезвием лазерного клинка от чего пациент живо пришел в себя и взвыл от боли что тварь не нравится прошипел я оттолкнув отрубленную ногу подальше от хозяина и держа клинок у самой его шеи зачем ты убил зарума он ведь был твоим другом вы все продажные и трусливые твари зло зарычал тот в ответ держась за обрубок ноги из которого впрочем даже кровь не текла лазерный клинок мгновенно запек рану не позволив крови залить и без того грязный пол как только чуть припекло сразу побежали к врагам союз заключили подружились на задание вместе отправились вы все предали свои идеалы как ты думаешь скольких моих соратников убили твои проклятые правовержцы да я лучше сдохну чем стану водить с вами дружбу с этими словами его рука обыденно лежавшая на испачканном чужой кровью животе резко дернулась к поясу и висящей на нем кобуре вот только мое лазерное лезвие не позволило его конечности закончить движение тычок и вид его прожженного горла стал очередным украшением моих грядущих ночных кошмаров урон 164 критический опыт плюс 119 ты все слышала поднеся левую руку к лицу спросил я да печально ответил голос страсти прямо у моего уха оказывается коммуникатор передавал голос собеседника прямиком в мои слуховые органы и держать руку у лица было не нужно удобно их тела их тела не и не то что это есть где эта база вообще находится Продолжение следует...